Если вы работаете в своем бизнесе, то у вас почти точно не получится достигнуть славы, денег и власти. То есть, это базовый мотиватор людей, да? Причем, как и кичи. А если вы работаете в корпорации, то у вас точно не получится достигнуть славы, денег и власти. Разница в слове почти. Значит, если у вас нет бизнес-идей, то ее нужно найти. Преждевременные оценки, они очень часто бизнесы губят, и поэтому идеи, еще не успевшие реализоваться в продукте или в услуге, уже не доходят до рынка ни в какой степени. Поэтому, вот первые идеи, что нужно сделать, во-первых, не ждать ту самую идею, во-вторых, идей, которые появляются, не откидывать по принципу, ну, наверное, это не получится. Помните, была такая пружинка, называлась Слинки, которая вот так вот по шагу, по ступенькам ходила, чудо чудесное было такое. Это тоже идея, подсмотренная на работе, представляете? Это, на самом деле, кажется, комическая история, но это к тому, что на разной работе можно подсматривать бизнес-идей. Чтобы посмотреть, как это работает у конкурентов, и потом реализовать в собственном бизнесе, ну, за это не лишать лицензии на ведение предпринимательской деятельности. Второй метод, и самый главный, называется поиск проблем. Да, и вам гораздо лучше приносит какие-то результаты, если вы нашли конкретную проблему, которую нужно решить. Самый лучший способ, нашли проблему, нашли решение. Таких бизнесов полно примеров, можно приводить сотни. А мы едем к следующему способу поиска бизнес-идей. Ну, вот уже приводились примеры, что можно скопировать американскую модель, да, и особо не напрягаться. Есть успешный вариант, есть не очень успешный. На это есть, конечно, возражение, но это работает у них. Это никогда не будет работать у нас. Мы же совершенно другие. Ну, наверное, наверное, но если посмотреть на то, с какой скоростью идеи все-таки приходят оттуда сюда, наверное, все-таки что-то можно придумать. Часто есть такая фраза, я не нашел бизнес-идею, я много раз ее слышал. Где лучше всего искать сейчас в наши дни? В гугле. И дальше происходит чудо. Особенно если написать по-английски. Best Business Ideas 2012. Пабах! 500 сайтов, на каждом по 500 идей. То есть даже если вы сидите с умным видом и думаете, господи, какой бред. То в этот момент кто-то на этом бреде зарабатывает деньги. Теперь про желание к вам буквально, может быть, за одну минуту, если есть у кого-то там возможность написать в айфон, либо айпэд, либо взять старый добрый листочек, дай ручку, и за одну минуту просто постараться записать в себе 29 для бизнеса, которые вы для себя уже давно уже видели, либо только что готовы сейчас сгенерировать, исходя из тех методов, которые мы говорим. Но меньше трех идей не должно быть ни при каких обстоятельствах. Спасибо. Ну вот я все-таки уверен, что в этом зале уже больше ста идей собрали. Давайте отберем идей 5. А, идея такая. Ну, естественно, она родилась не сейчас, она родилась раньше. Это продажа еды в пробке. Есть идея сдавать чемоданы в аренду. А у меня идея такая, продавать ошейники для собачек со штрих-кодом, и если собачка теряется, ты смотришь, бежит бездомная собачка, ты его сканируешь, на сайте вводишь. Сканировать чем? Только, наверное, не штрих-кодом, а QR-кодом. Ну да. Шикарно. Ошейники с QR-кодом. Давайте посмотрим, по каким критериям можно оценить, чтобы всегда эту оценку можно провести, что называется, без подробного написания бизнес-плана, пройдя по конкретным вопросам, критериям отбора. Значит, первый вопрос, который всегда задается, какие здесь объемы рынка, на кого мы можем рассчитывать, и какие у нас будут здесь конкуренты непосредственно. Самый главный критерий, вот вы знаете, он звучит очень по-детски, называется, нравится ли вам бизнес-идея. Готовы ли вы года три в жизни каждое утро вставать и говорить, я по-прежнему занимаюсь продажей сухих строительных смесей, спрашивала себя я, когда думал об этом бизнесе. Потом подумал, что, наверное, не готов. Ну, просто потому, что у меня как-то душа не лежит сухим строительным смесем, несмотря на всю их невероятную сказочную прибыльность. Проверка идеи на проблему. А решает ли она реально какую-то проблему? Или вы ее себе выдумали? Вы всегда помните, когда вы про это будете говорить любому своему партнеру, знакомому, коллеге по работе, всегда будет первая реакция, что да ладно, чем ты занимаешься, забыть. Забыть это никому не нужно. Вы знаете, что надо отвечать, что это всего лишь вопрос времени. Если вы для себя поставили цель это сделать, я думаю, что вполне можно поучиться, учитывая, что вы уже учитесь на программе RMA, здесь, на Digital Offcover, и прекрасно понимаете, чем собираетесь заниматься. Спасибо. Спасибо.